Кровь уже есть. Вы задумывались над тем, что уже погибло людей во всех, в общем, суммах? Куда больше, чем во время Афганской войны, за время перестройки. Десятки тысяч людей погибли. Если говорить, то в ряду преступлений после сталинизма, если считать его преступлением, если считать застой преступлением, то перестройка тоже преступление. И какое? И какое преступление? Вы даете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии. В этой самой области Словении, которая защищает сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89-м году. Там было абсолютно тихо и ходили приличные нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов. Там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине. Оговорить их права. По какому, мать-перемать, праву они заявляют в своем... Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? Почему им нужно принадлежать Харьковскую область? Почему им нужно принадлежать Харьковскую область?